Жители этого дома по улице Садовой научились даже во сне реагировать на самые тихие звуки. Любой треск как сигнал, собрать вещи и бежать. Дом того и глядя обрушится. Два года назад жители проснулись ночью от страшного грохота и треска. У дома обвалилась кирпичная стена. Здание признали аварийным и непригодным для жизни еще в 2010-м. После ЧП три семьи расселили, а в трех квартирах продолжают проживать люди. Разрушенная стена эта. Холочная стена. Разрушенная. С моей стороны. Второй вроде этаж. У нас теплее, думали. А вы мерзнете? Да. А я вот так вот встаю. Вот у меня меховые сделала сама. Я хожу по дому с утра и до самого спанья. Меховые, да? Да, меховые. Потому что холод собачий. Ветеран войны Екатерина Ананьева не попала в число расстеленных счастливчиков. Оказалась заложницей бюрократической системы. Сколько я вот эти телефоны, которые мне давали, всем звонила. Никто ничего не звонит. Все отправляют по большому кругу. Да. Конечно, результата нет. В соседней квартире та же история. И холодно, и стены трещат по швам. Выживают как могут. Ну, обваливается. Я стараюсь все это как бы поддерживать в состоянии дом. Ну, вообще, да, обваливается. На руках все документы. Хоть завтра переселяетесь в Винтай или Озерный. Но, уверяют жильцы, качество жилья, которое им предлагают там, немногим лучше аварийного. Люди обратились в общественные движения и Народный фронт за Россию. Через определенный промежуток времени, да, используя, соответственно, и народный контроль, да, и, соответственно, ресурсы, которые есть в общественном народном фронте, мы эту ситуацию однозначно сдвинем. И люди получат то, что они должны получить, были уже давным-давно. Несмотря на то, что имеется решение судов, да, и есть должностные лица, которые это решение должны исполнять. Сигнал о подобных случаях по всей области, когда люди годами ждут переселения из ветхого и аварийного жилья, участники рабочей группы мониторят каждый день. К некоторым выезжают на место и уже там намечают конкретные шаги по разрешению проблемы. Марина Матвеевна, Станислав Левин, События.